О-о-о, всё, ребята, у меня в глазах всё поплыло, что-то начало раздваиваться, я, видимо, слишком долго в душном шкафу просидел. Всё, ребята, у меня всё перед глазами поплыло. Где-то... А, вот, по-моему. Да, комната допроса, давай. Нужна ключ-карта, ребята, какая-то жёлтая ключ-карта. А где её взять? Блин. Блин-блин, по вентиляции кошак ползёт. А вот у нас дверь, может, мы отмычкой попробуем его? Так, дверь закрыта. Да что ж ты будешь делать? А-а-а, всё, спалились, кто-то бежит за мной. А-а-а, киса, киса на глазах. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем играть в Кейс Аниматроникс. У меня сейчас приключился кое-какой технический сбой, и где-то примерно 20 минут записи игры канули в небытие, из-за того, что моя прога, через которую я записываю видос, глюканула. Поэтому продолжим, ребят, с того момента, на котором я закончил. А закончилось, ребята, у меня всё на том, что я нашёл отмычку и, наконец-то, попал в кабинет Бена. Здесь у нас стоит зарядное устройство, и оно у нас было заблокировано. Какой-то вирус в компьютере был. В общем, мне пришлось сыграть в игрушку. Мы разблокировали зарядное устройство, пихаем туда планшет наш. И сзади нас разблокировались шкафы. Или как их обозвать, я не знаю. О, киска мурчит. Кири-кири-кири. Или как вы там зовёте кошек своих? В этих шкафах у нас находилась вот такая вот ключ-карта. Это ключ-карта от кабинета другого чувака. По-моему, зовут его Пол Морган. Давайте откроем жалюзи на всякий случай, чтобы видеть, когда какая-нибудь красноглазая зверюга пойдёт в нашу сторону. Жалюзи мы открыли. И ждём теперь, пока зарядится планшет. Блин, обидно, ребята. Такой видос у меня получился. Прикольных моментов была огромная куча. Но всё это... О, идёт волчара сюда. Или кто он? Енот. Енотоволк. Енотовидный волк. Так, ладно, залезем под солнцем на всякий случай. Мало ли, друг зайдёт к нам в комнату. Планшет заряжается, блин. Медленно слишком. Итого, ребята, у нас в наличии есть ключ-карта и отмычка для того, чтобы скрывать всякие разные замочки. Где-то мимо нас, он мимо нашей комнаты пропёрся куда-то. Сердечко у нас заколотило. Дед Кошак, ребят, мурчал, но что-то его не видать. Давайте проваливайте все уже. Всё, шёл. Ладно, вылазим. Вроде пока никого не видать. О, да, зарядился у нас планшетик. Круто! Давайте посмотрим, где же эти железные твари лазят. Нам нужно вот сюда, в Б6. Б6, Б6. Это, наверное, есть кабинет пола. Я не знаю. Где же эти железяки лазят-то, а? Вот, по-моему, та самая комната, из которой мы зашли в этот кабинет. О! Это наш, что ли, кабинет? По-моему, это был, ребят, наш кабинет, соседний. Пончики, смотрите, лежат, недоеденные мной. Или доеденные, я не знаю. Выключаем планшет, где эти собаки лазят. Ладно, это немножко не то. Дверь у нас была заперта или не была, я не помню. Нам нужно, нужно куда-то. Вот сюда, по-моему. Давай-давай-давай, бежишь скорее! Да, ребята, вот это кабинет, этот пола Моргана, или кого-то. Что ты хочешь, чтобы я вспомнил? Ты говоришь, я отнял у тебя всё. Ты говоришь, я отнял у тебя всё. Чувак, медленно разговариваешь. Мой первый вызов, я помню, полный провал даже для зелёного новичка. Только закончившего академию. Давай скорее, где-то рядом, ребята, брякает. Железяка. Скотт Диджи и его жена и ребёнок были убиты, а сам Скотт попал в рима. Это тот самый Скотт, который мы допрашивали в больнице. Из-за которого, собственно, нас хотят уволить или хотели. Возможно, это, ребята, тот самый Скотт нам и звонит. Опять чёртова кошка. Пять чёртова кошка. Эй, чёртова кошка, ты где? Я фонарик-то выключил, я не вижу ничего. Блин, скушал. Киска. Киска нас сожрала. Ну что, мы начинаем опять с кабинета Бена. Ладно, давайте побежали сразу. Блин, планшет-то я не зарядил, он, наверное, у меня разряженный. Я не знаю точно. Ладно, бежим, 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 бежим скорее. Как только мы зайдём, надо сразу где-то прятаться. Возможно, под стол. О, да, ребята, здесь стула нет. Давайте сразу залезем под стол, потому что, как только он закончит говорить, сразу вырезает кошак. Да, 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 для зелёного новичка. Хорош базарить, чувак. Даже для зелёного новичка. Где-то киска-то, блин. Короче, ребят, я вырезал тот момент, где он базарил. Киса где-то. Залезла, по-моему, к нам в кабинет. Через вентиляцию. Давай, улазь назад. О, телефон зазвонил, смотрите. Ну, свалить ты уже отсюда и вправду, давай. У нас сохранение пошло, контрольная точка сохраняется. У-у-у, наконец-то я не с кабинета Бэна начну. Железяка эта ушла. Что, она в вентиляцию не полезла? Она меня не спалит, если я фонарь включу? Вроде ушла. Всё, дальше и дальше. Ладно, вылазим, ребят. Давайте закроем дверь, чтобы она всё-таки не заходила. Здесь не шугала нас. Где телефон-то? А, вот, смотрите, стоит. Так, телефончик. На пыльном столе. Как мне трубку-то взять? Ау! И ещё жив, пишет? Я жив, да. Браво. Спасибо. Ты хорошая мышка для моей кошки. Мне нравится играть с тобой. Ты куда глаз-то делал своей мышке и кошке лить? В сейфе позади тебя лежит ключ карты от комнаты допроса. О, комнаты допроса там ещё не были. Мышка заслужила кусочек сыра. Если в три часа ночи ты будешь ещё жив, то получишь этот ключ. О. Выжить в этом оттуда трёх ночи? А где часа-то? Своё мой сукин сын. Вообще. Вот дерьмо. Только этого мне не хватало. Да. Он что, включает вентиляцию? Система вентиляции отключена, если долго находиться в душном помещении без свежего воздуха, что-то там галлюцинации, короче. Вот он сейф, ребят, но он заперт у нас. И что нам делать? В диспетчерской можно управлять вентиляцией, поэтому сейчас у нас наша цель добраться до вентиляции. Да, ребятки, планшет-то у меня еле живой. Я же его не зарядил. Вот сюда нам нужно попасть, в комнату допроса. Кстати, ребят, в прошлом видосе, который у меня удалился, точнее, не сохранился, я вот был на складе улик, и там, ребята, стоял здоровый ящик с аниматроником. Там какой-то аниматроник в этом ящике буянил. Хотел оттуда очень сильно выбраться. И в той же комнате, где у нас аниматроник был, я, ребята, нашёл ружбайку какую-то. В общем, винтовка или кто, штурмовая. И, возможно, когда аниматроника туда вырвется, мы сможем взять ствол и расстрелять этих гадов, которые на меня охотятся здесь. Не даёт ничего делать. Блин, батарея опять сдохла. Я нахожусь вот где. Мне нужно туда, где зелёное, в таком-то допросе. Но я примерно понял, она по пути в диспетчерскую. Смотрите, вон там. Давайте, наверное, сначала зайдём в диспетчерскую и попробуем отключить вот эту вот блокировку вентиляции или что сделать, чувак, я не знаю. Вот у нас эта штука, она, смотрите. Что, галлюцинации у меня, что ли, начались? Что-то всё поплыло, ребята. А что мне как отключить? Я не знаю, как взаимодействовать. Радио что-то ещё зашипело. Э, это уже галлюцинации, наверное, слуховые, правда. Я не понимаю, в чём прикол. Или как мне? Может, вот эти кнопки, клавиши, не знаю. Что делать-то? Э! Ребят, непонятно мне. 37, да вы совсем, что ли? Сейчас у меня вообще крыша потечёт, наверное. Что это было? У-у-у, всё, ребята, куда-то поплыло. Радио, ты хоть вырубись. Давайте потыкаем вот эти вот штуковины. Это свет, ребята. А это что, я без понятия. 39 градусов уже, вы издеваетесь. Блин, сейчас я зажарюсь заживо. 41! А-а-а! Надо срочно сюда валить. Я не знаю, я пытаюсь нажать вот на эти кнопки вниз и вверх, но они вообще никак не реагируют. Ладно, пошлите отсюда. Где-то комната допроса должна быть... Комната допроса где-то здесь. Ой, спалились. А-а, киска! Мяу-мяу. Мы начинаем, ребят, с кабинета пола. Я надеюсь... О, смотри, записка какая-то появилась. Что это за записка у нас? 1977 год, июнь. В этом году была всего одна единственная компания, которая использовала аниматроников для усиления детей. Другие компании использовали их для кино. И это настолько клёвое создание. Когда я пошёл в тот ресторан со своими родителями, я был в диком восторге. Жаль, те персонажи стояли только на сцене. Трали-вали. В общем, ребята, это у нас про аниматроников, история. Чё ещё? Где ещё? Киска, ты уже вылазила? Или ты не вылазила? О-о-о, по вентиляции ползёт, смотрите. О-о-о, замурлыкала. Прям над нами, ребята, сидит и ждёт, наготове. Ну давай, ползай уже скорее. Всё, помурлыкала. Помурлыкала. И уползла. Погнали, погнали. Теперь давайте погнали в кабинет допроса, раз уж мы знаем, что вентиляцию, на вентиляцию мы никак не можем повлиять. По крайней мере, я пытался, ничего у меня не получилось. Зал заседания, это не то. Всё заперто, ребят, всё заперто. Где-то по пути в диспетчерскую. Чё-то мне кажется, я не туда пошёл. Здесь у нас уборная. Одна дверь, уборная, вторая дверь. Пустите меня в туалет, я хочу в туалет. Ёлки-палки, никак. Это у нас 107 кабинет. 107 кабинет, что у нас в этом кабинете есть? Зал, конферент, зал, короче. Смотрим камеру. Где эти железяки лазят? Так, нам нужно вот сюда. Ой, киска замурлыкала. Ай, прячемся скорее. Киска. О, записка какая-то, увидели? По вентиляции ползёт и где-то ходит что-то. Они вдвоём что-то сюда припёрлись? Непонятненько. Давайте в планшете посмотрим. Я, вот он. А, он, смотрите, ходит. Ходит волчара, ребят. Он в конференц-зал зашёл. Киска наверху где-то ползает. Блин, ребята, планшет у нас подыхает. Мне нужно вот сюда. Это по дороге в диспетчерскую. И вот про что я и говорил. Ну ладно, сейчас идёт кошак. Мы прочитаем, наверное, вот эту записку, которая у нас здесь в шкафу прилеплена на дверь. И пойдём. Декабрь, ребята. 1985 год, декабрь. А, этот самый лучший день в моей жизни. Хотя это кричу каждый раз. Когда что-то крутое происходит со мной. Свидание с Эммой в канун Рождества вышло годным. Жаль, не получилось сводить Эмму в тот семейный ресторан. Когда мы пришли, ресторан был закрыт и пустой. Даже на наших любимцев не поглазеть. Но один фиг мы нашли, чем себя развлечь. В общем, писюльки у нас здесь, писюльки. Проваливайте уже, э! Сколько можно ходить-то рядом со мной? Где вы? Где вы? Я сижу вот здесь. А вы где сидите? А они нигде не сядут, они ушли, по-моему, уже. Это волчара, скорее всего, ходил. Потому что кошак у нас по вентиляции ползает. О-о-о! Всё, ребята, у меня в глазах всё поплыло. Что-то начало раздваиваться. Я, видимо, слишком долго, наверное, душно в шкафу просидел. Всё, ребята, у меня всё перед глазами поплыло. Где-то... А, вот, по-моему. Да, комната допроса. Давай. Нужна ключ-карта, ребята. Какая-то жёлтая ключ-карта. А где её взять? Блин. Блин, блин, по вентиляции кошак ползёт. А вот у нас дверь. Может, мы отмычкой попробуем его? Так, дверь закрыта. Да что ж ты будешь делать? А-а-а! Всё, спалились! Кто-то бежит за мной! А-а-а! Киса! Киса на глазах! Всё, башку мне оторвала. Как она любит это делать. Как мне попасть в этот зал, ребят, непонятно. Когда у нас стукнет три часа, тоже непонятно. Никаких, ни часов, нет ничего. Может, давайте полазим по шкафам? Я в кабинете пола этого не лазил особо. Может, что интересное найдём? О, записка какая-то. Крупные компании оснастили аниматроников новыми модификациями. Мобильность и, что самое главное, защита детей от преступников. Все аниматроники подключены к полицейской базе данных. Они имеют определённые датчики и сканеры, позволяющие определять рост телосложения, а также черты лица на человеке. Этот новый уровень безопасности с такой технологией мы не просто сможем запустить наше учреждение, но и остановить человека, который пытается примить агрессию к детям. Так, где-то... где-то аниматроник рядом, а-а-а-а-а! Из-под стола меня выдернуло. Очень обидно, что не получилось сохранить ту запись, которая была сделана до этого. Там было очень много крутых моментов, и всё это пропало без вести. Но зато, ребят, прогресс у нас идёт семимильными шагами, иначе бы это растянулось на две серии, а так, получается, я уже прошёл дальше за одну и ту же серию. Ну и на сегодня это всё, ребята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А с вами был Мобик, до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok